Чувствуется неприятный запах, как будто здесь целая стая собак и кошек. Запах не просто чувствуется, с ног валит. И это несмотря на насморк оператора и мою абсолютную небрезгливость. В такой атмосфере нашему тандему заплохило через пять минут, а жильцы дома вдыхают. Это больше пяти лет. Было три собаки, сейчас что-то я не вижу, уж подохли. Кошек, что-то стук тридцать было. Тараканы. Уборщица заливает подъезд хлоркой и не спасает. Слесари навещают владелицу зверинца в респираторах. Не спасают и они. Вонь ужасная стоит по стояку, если там смывает, кошатиной, прям в туалете прет. Тараканы дома толпой ходят. А потом это все не моется. Там тушите свечи. В густонаселенную квартиру пробовали вызывать и милицию, и санэпидемстанцию. Но людям здесь рады куда меньше, чем животным. После каждого обращения граждан выписывали предписание. Обращались к участковому. Она не разговаривает ни с кем. Разговаривать с нами ярая защитница животных тоже захотела не сразу. Не надо меня снимать. Я с вами даже не говорю. Но стоило затронуть кошачью тему. Ольга Кузнецова оттаяла и разоткровенничалась. Я их настолько люблю всех. И людей не люблю тоже. Ну не могу я пройти. Ну не могу. Я и с сыном. Сын мне тоже говорит. Мам, ну это болезнь, это хроня. Я говорю, ну это моя хроня. Не похвастаться своей хронью эта кошачья мама не смогла. Вот это вчерашний. На порог кошачьего царства нас не пустили, как не просили. Но с некоторыми членами семьи познакомили. Разве можно вот это выбросить? Нет. Ну вот этот вот рыженький. Вот, смотрите. Это лишь пятая часть дружной и душистой семьи Ольги Кузнецовой. Сейчас вместе с ней жил площадь 9. Больше 20 кошек и одна собака. Впрочем, деле здесь не только кров, но и пищу. На содержание зверинца у Ольги уходит вся зарплата. Покупаю головы куриные, варю долго-долго, потом разминаю, добавляю геркулес. Вот, иногда там вот девочки на гриле мне шкурки срезают, куриные шкурки вот эти вот. Вопрос, зачем так много, само собой, прозвучал неуместно. Ну как его было не задать? Это передать невозможно. Вот я прихожу, и они все, они возле меня. То есть мне стоит где-то сесть, это все, это на плечах, это на голове, это на коленях. Это все вокруг меня спят, они, естественно, все на мне. У каждой кошки на мне свое место. На улицу своих питомцев Ольга не выпускает. Уверена, там на каждом шагу их постерегают смертельные опасности. Ну вот сейчас вот сильно пахнет, не сильно пахнет. Я стараюсь, конечно, я стараюсь. А как вот они пищут, как вы где? В горшке. Все? Нет, не все. Поэтому и запах, естественно. Некоторые вот любят у меня здесь под дверью, ну стелю картонки каждый день. Утонув пушистой компанией, о зловонии мы ненадолго забыли. Правда, совсем ненадолго. А как вспомнили, заторопились к юристу. Не оставлять же народ задыхаться. Оказалось, за нарушение правил содержания животных и ущемления прав соседей, Ольгу можно оштрафовать на 500 рублей. Если подключить прокуратуру, теоретически можно ее и выселить. Правда, это скорее исключение, чем правило. Выселить же табун кошек и собак вообще не представляется возможным. Законодательство не ограничивает право на владение домашними животными. Изъять кошек у нас права никто не имеет, если они содержатся. То есть они не бездомные, они живут не в подъезде. Сама Ольга недовольство соседей вроде как тоже понимает. Говорит, совсем скоро она сделает ремонт и неприятный запах исчезнет. Запах, но не кошки. Вот так вот на нурчем, вот так на песенке поем. Екатерина Киселева, Дмитрий Журавлев. Наше время. Продолжение следует...